Здравствуйте, мои дорогие телезрители! Приветствую вас на этом величайшем канале Владык. С вами Эврорд, и это утренняя новостная рубрика «Кальянный видеоблогинг». И пришло время посмотреть, что вышло у кальянных блогеров на территории Украины и России по обзорам за последнюю неделю. Привет всем, вы на канале Флайман. На канале Флаймана, который уйдет Владимир, вышел обзор на украинский кальян «Грамм Соло». Это их новая модель, у которого есть две разных продувки. Более подробно в своем обзоре он вам расскажет о его характеристике, о его продувке, розничной цене и вообще, как данный кальян курица. Также на канале Владимира вышло второе видео, это его путешествие в Бердянск. Более подробно в своем видео он будет посещать заведения данного города, когда рассказывать о том, как там подают кальяны, какие там подают кальяны и какой там ассортимент по табакам. На канале Юра Кука Кинга вышел информативный обзор на продукцию 420. Более подробно в своем обзоре он вам расскажет о розничной цене, его фасовке, дизайне банки, расскажет о его курительных свойствах и вообще расскажет о топовых вкусах и как он курится. На канале Багомена, который ведет Егор, вышел обзор на новинку украинского рынка под названием Глич. Более подробно в самом обзоре он вам даст полную информацию об этом продукте и о всех его вкусах. Здорово, ребятки! Дорогие зрители, хотите пожарить шашлык на кокосовых углях? Да вам нужно перейти на канал Sweet Smog, который ведет Евгений вместе с Аркадием. И в этом видео они вам более подробно расскажут, как приготовить мясо на кокосовых углях. Какой такой темно-синий, знаете, с переливами в голубой. Ребята уже однозначно уверенно вступили в кальянную культуру. На канале Дымный Бур, который ведет в Италии, вышло два обзора. Первый обзор это на продукт немецкого производства под названием Культ. В данном видео он с вами поделится полной информацией о данной продукции, а во втором видео он вам расскажет более подробно о чашках украинского производства под названием Тео Боллс. Вкратце поделюсь с вами информацией о данной чашке и о том, что вы можете на ней курить и не ждать пока она остынет, чтобы ее помыть, а сразу же можете после покура снять, пойти на мойку, ее помыть, и она не потрескаться, потому что ребята обновили в ней глазурь. На канале Парамедик Лайв вышло информативное видео на новинку украинского рынка. Это украинский танч под названием Шефс. Более подробно в своем обзоре вам расскажут о данной продукции, о дизайне упаковки, о сырье, о том, как он курится, о всех его вкусах, о розничной цене, поэтому это прикольное и интересное видео, так что переходи. На канале Old School Hook'a вышло прикольное видео, в котором вам расскажут о украинской чайной смеси под названием Банши, а также расскажут о основах китайского чая. Приветики и пистолетики, мои любимые друзья! На канале Hook'a King'a, который ведет Ян, вышел информативный обзор на калья немецкого производства под названием Дэ Шини. В своем обзоре он вам расскажет о розничной цене, покажет распаковку, дизайн, характеристику, сборку, а также вам расскажет о курительных свойствах данного кальяна. Кальянные вольты, электронная плита, кальян. Сами можете догадаться, дорогие зрители, то что на канале Кальянных Вольтов вышло видео, как сделать кальян при помощи электронной плиты, то есть ее будут переворачивать спиралью на колодку, добавлять жара и раскуривать данный кальян и смотреть, как он вообще курится. На канале кальянного магазина Shisha Store вышло прикольное видео, это самые вкусные табаки 2020, по их мнению. Всем привет, канал Типичный Кальянщик, Артем, все по стандарту. На канале Типичного Кальянщика, который ведет ведущий Артем, вышел обзор на чайную смесь продукции Hype российского производства. В самом обзоре вам более трудомно расскажет о этой продукции. И в завершении на канале Карма Хука вышло видео по поводу оптимального обустройства рабочего места, что у вас должно быть в первую очередь в своем заведении по плане оборудования. И второе видео это, ребята, в 12 сентября в городе Полтава будет проходить пикник фест от Карма Хуки. Поэтому встретимся там. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии, переходите к следующему видео, чтобы посмотреть, что вышло у российских блогеров за последнюю неделю. Субтитры сделал DimaTorzok